Мы продолжаем нашу трансляцию. Дети уже начали рисовать красками. Напомним, что сегодня мы вышли впервые со стримом, с нашим, на акцию, где дети разрисовывают проспект пасхальными рисунками. Каждой группе было выделено по участку, который они сначала нанесли эскизы мелом, а затем начали рисовать красками. Краски эти сохнут в течение часа, как нам объяснили организаторы, и сохраняют свою яркость в течение года. Сейчас спросим у девочек, как у них получается. Я думаю, хватит. Там только синего растворителя. Получается? Да, получается, получается. Но краски очень мало. Мало краски? Да. Это вы экономите, получается, да? Ну да. Можно так сказать. А вообще тяжело рисовать на асфальте? Ну да. Оно плохо зарисовывается за камушком. А там, в принципе, нормально. А цвета вы сами выбираете? Да. И какой цвет больше подходит вам? Есть? У нас много разных цветов. Ну краска... Ну нас вообще возьмем краски с оттенком фиолетового. Угу. Есть что-то такое, ну типа банки есть? Нет, вот... Нет, вот... Нет, вот... Нет, вот... А что это за рисунок будет? Это медуза будет. Мы еще ее подделаем. Еще можно, народу, голубые пятнышки нарисовать или цветочечки. Обойдется. Обойдется на стрессе, пожалуйста. Ай-яй. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это работа Киквид. Хочется еще напомнить, что мы выходим в прямом эфире и бывает так случается, что видео немножечко тормозит, сигнал не успевает. Поэтому иногда включается реклама. Это не наша реклама, это реклама канала Юстрим. Такая у него система. Поэтому, если с вами произошло такое, то нажмите еще раз на play и будете опять с нами в эфире, как случается. Поэтому, пожалуйста, не покидайте нас. Вот здесь уже целая картина вырисовывается. Это... Дети рисовали песни. Вот уже и первые жертвы. Малышка сырья дает. Это, я так понимаю, парадные кухни, да? Школьные. Школьные? Не жалко вот так вот? Нет? Ох, мама увидит, будет ругать. Я не мог. Ну, мы в прямом эфире. Так, к нам присоединяются потихоньку люди. Если вас вот так вот выкинуло на рекламу, то возвращайтесь к нам обратно. Такое бывает. Такие издержки канала. Так, а здесь рисуют коня. Почему конь у вас белый? Вы еще не вымазались в краске? Нет, нет, нет. Ну, как сказать. Немного. Немного. У краски довольно такая промышленная краска все же. Сейчас на проспекте ощущается такой вот лаковый запах. А вы еще до краски не дошли? Нет, мы же ждем до краски. Вы уже определились, в какие цвета будете красить? Примерно. У вас большой объем работы? Да. Ну, как вообще. Да. Да. Ветер, ветер. Это большая издержка, простите. Малыши сидят прямо на земле. Родители, наверное, будут счастливы. А что ты делаешь? Жду пока. А это не подходит тебе? Ну, не знаю. Просто сказали, что это пока. Я надеюсь, что это идет. Ага. Сколько рисунков нарисовалась? Ну, я в общем так помогала. Будете подписывать как-то свои рисунки? Нет. О, люди, у вас баллончик? Нет. Богданка показала. Принфицировали. Да. Балышевская маленькая. Я линьку, синие, тринька. Да. Эй. Видно. Видно. Вот такой, в общем, будет наш проспект. А вот это вот рыба, которая удивила организаторов. Как ее назвали? Тюлькой? Тюлькой, да, назвали ее. Для того, чтобы немножко ограничить движение, вот уже принесли такие ленты и оградительные элементы, потому что, чтобы краска не разносилась. Но мы видим, что ветром, конечно, все сдувало. Народ наш южницкий еще не привык к такому формату и вообще не в прямом эфире. Поэтому некоторые удивленно реагируют на журналистов с планшетом. О, все время поднимем. Получилось не вимазаться? Не вышло. Не вышло. Что это будет? Рожевая краска? Мы сейчас сфарфируем. Висунки сфарфируем. Это у нас был рисунок. Ага. Так. А как вам удалось втелить их задуманно? Так, случайно. Головное, это дядь. Если они не идеальны, то все равно будет приятно, интересно, чтобы дать. Дети в большинстве своем так вдягнены в очень по-шкельном. Может, их как-то отправить, чтобы они втягнулись? Я не знаю, они как вирвались из школы, мы им предложили, что они не хотят никуда идти. То есть, надо много разговаривать. Ясно, спасибо. Это был Яков Чайковский. Он помечник организатора. Сейчас еще фарфа идет. Вы в прямом эфире. Что будете раскрашивать этой краской? Солнце. Солнце. Хорошо. Такие красивые девочки у нас. В форме школьной. Уважаю, молодец. Все, так вот работа кипит. Нагадаю, что паня Леся Чайковская, вона очень переживала за то, чтобы стыгли даты размалювать это все за сегодня. Або, может, чтобы у них, скорее всего, чтобы у них не пропал этот энтузиазм, запал. И мы видим, что пока что они наткненные. Хотя поменьшило трохи детей, поменьшило. Но, вот, говорят, что фарфа мало. Вчера нам организаторы поведомили, что фарфа им не вистачало. И они намагалися, планировали, сделать такой сбор денег. Такие коктейли разносят у девчата. Мы в прямом эфире, так? Мы уже начали доказать, что мы уже начали доказать, что мы уже встретились на артисты. И это очень страшно, что это здрава, потому что кто-то дома не принесет банки, чтобы у них было много всего. И мы, конечно, сухали очень много всего, но каждому не могут, потому что они помогают, приносят банки, докупывают пензели, фарфы. Придоргуются, чтобы работа была дороголена. Потому что наши дети не сомились. Потому что мы взялись в великую работу, что они довезли. И так не было ничего. У нас были разные варианты. Мы хотели бы дать всех на ОСЕ, намалювать, потом идти далее, далее. Но если каждый не знает, кто имеет свою работу, хочет на вершину и ездить. Идем таким шляхом, каждый из своей работы и доводит ей кризис. Если что, то потом завтра все будет прицеловать. Идем таким шляхом, что вы решили, как вы решили? Мы сейчас на Кайчч и продукцию, мы решили, что мы решили, что мы готовы помогать, потому что мы купили уже... Ну, не особо я занималась водительностью. Но я точно знаю, что на пожертвы людей, просто ученых, студентов, просто людей, кто в КИСКА, в КИСКА, в КИСКА, в КИСЕРе, уже было пожертвовано на 2-3 раз, это было 2-3 раз, это было 2-3 раз. Ну, что мы с фарбой? А сегодня тоже люди, которые уже приходили, спросили. Но мы сказали, что пока что, на этот момент нам пазличная фарба височит. Пан Горбатко сьогодні приеднався, так же самое сказали, что наше место было красивое и красивое, то они сьогодні так же само приедналися, пожертвовали еще 3 тысячи гривен. Одним словом, что нам так заедут, что эти фарбы нам височат. Сейчас этого височат? Чи будут еще подвозить? Нет. То, что мы захопили, нам заедут уже височат. Мы должны работать. Можем надеяться. Можем надеяться. Потому что нам это нужно сделать. Скажите, что нужно? Якую фарбу? Мне вот это... Беленькую. Беленькую, а уже потом... Фарбник, который синий. Ваши брюди фарбник взяли. Я вам даю тебе бину. А, бину я тебе даю. Это биленый. Да. Синий? А у вас еще так дали фарбник? Да. Вон она заходится. Фарбник, фарбник. Там фарбник. Там фарбник. Там фарбник. Там фарбник. Там фарбник. Так. Там можно было? Сейчас? Нет. А не было. Будь ласка, пишите, как нас чувствуют, как сигнал доходит до вас. Пишите, потом зайдем и проверим все. Это наш первый пробный выход. Будем рассчитывать все недолеты и помогать их. Мы общались с организатором Олесей Крюняковской. Она рассказала нам, что фарба должна быть хватит, что они взбирали кошки, пожертвы взбирали на фарбу, что припортовый завод долучился до финансирования. Мы видим, что такие птахи уже вымальовываются. Тут уже более старшие дети занимаются розписом. Посмотрите, как вообще на проспектах сейчас проводится работа над общим проектом. Вито, когда все эти малюнки будут закончены. Вито, когда все эти малюнки будут закончены. По ним еще пройдутся такая специальная фарба в окремих местах, которая будет светиться в темпе. То есть, она будет накопичивать светлым, а она мочит таким бело-зеленым мает давать. Вот так вот у нас выгодны наши молодежи роды. Вот так мы видим, что вот художница уже, молодая, известная в южном, активная. У нее более сложные такие рисунки. Ну, вообще, здесь дети постарше. Они делают больше, более сложные рисунки, чем по-гладшим. Но все же они все наполнены позитивом, теплом. С нами три зрителя, очень приятно, что вы нас смотрите, очень вам рады. Если в сентябре не видно, что это будет видно, то как бы хорошо понять, потому что в экране абсолютно тот, кто пользуется техникой, понимает, что в сенсорном экране абсолютно ничего не видно на свету, отражает все. Ну, с вами Ольга Комарова, ведет прямую трансляцию, журналист сайта Репост. На сайте мы позже сделаем репортаж, конечно же, по этому мероприятию. И будут выложены в сеть все видеозаписи, которые мы сегодня потранслируем, а также фотографии. Для этого нам придется прерваться снова в нашей трансляции, чтобы сделать фото. Вообще, конечно, хотелось бы знать мнение наших зрителей, которые с нами. Что вам больше нравится в трансляциях, что вам больше хочется играть в трансляции, или все же это стримы. Спасибо. Держи. 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 Спасибо. Да, простите за это. Звуковые, наверное, неприятные ощущения. А вот у девочек такой яркий рисунок получается. У них споры творческие. Здесь рисунок какой-то немножечко брошенный. Мы видим, это большой конь такой, вроде бы, собирался путь. Рыбу дорисовывают девочки, мальчики их покинули. Где ваши мальчики, девочки? Они пошли на краске на краске. Ага. Значит, все нормально. А что означает ваш рисунок? Солнце. Солнце. А почему у него зеленые лучики? Птичка. 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 Дети, видите, вот это рисунок. Он такой ширшавый, очень. И трудно закрашивать, говорят дети. Но люди реагируют вроде как даже очень неплохо. Этот рисунок, который сейчас девочки рисуют, они выбрали сам. То есть это был довольно-таки самый сложный, один из самых сложных рисунков, который раздавался детям. И были сомнения, смогут ли они его исполнить золотами. Сказали, что они его сделают. Таки делают. Корреспондент. Хочется сказать, что, конечно, транспорт достаточно на свежем воздухе. То, что сегодня такой сильный рисунок, как по мнению организаторов, организаторов, они считают, что быстрее высохнет. Все, что тут было нарисовано. Вообще идея сделать из этого всего пасхальный рушник. То есть люди, которые тут с конца просверка вверх, они должны видеть в целом картину такого яркого, красивого, разнообразного рушника. Многие люди, которые писали, не страшные. Они спрашивали за то, чтобы весь эффект вот так вот разрисовать. Конечно, на этом нужна и силы в мире. Если кто-то сильный вес, то, возможно, наверное, смотрит нас. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Мы будем теперь выходить, как сейчас, на прямом эфире. Хотим приучить наших винляков к новому формату вещания. Мне хочется, чтобы... ...стало, чтобы девочки, где их разнообразно посмотреть, как нас водишь. Мы видим, что родственники поддерживают своих детей. Субтитры только. Субтитры только. Субтитры только. Субтитры и субтитры. А многие, конечно, переоделись, все-таки переоделись в спортивной одежды. Сначала дети пришли в школьный отрасль. Яркие краски, позитивная атмосфера. Дети очень довольны. Им разрешили подписать свои работы каким-то символом. Субтитры и субтитры. Может, даже родители сегодня в прямом эфире знают своих детей, увидят, как они работают, что с ними все в порядке. Было бы здорово, если даже так... Уже начинает вырисовываться картина общая. Хочется еще раз напомнить о том, что в понедельник, 21 апреля, будет большое празднование, посвященное Пасхе, у нас на главной площади в час дня. Там готовят тоже какие-то невероятные сюрпризы наши дети, учителя. Там есть учебные. Там есть учебные. Девочки, прям заталкивает краску туда. Это вы прям туда заталкиваете краску, чтобы у вас подошва Сохранилась, потому что у нас уже все рогики были. Покажите, Анна, покажите. Что же такое здесь? Перчатки рвутся. Вот так вот. Это... Да. А как же вы потом будете их смывать, вы знаете? Строй. Китя, у тебя уже и на подбородке краски. Да, оттянул бы. Вот так вот работают наши художники. Девочки придумали так сделать разные цвета. Желтый, зеленый, где еще шар, даже немножко красного добавили. Это вы специально так сделали или случайно так получилось? Да. Вот такой... Случайно. Да. А очень интересно, кстати. Вот случайно получаются шедевры. Потому что все остальные цветочки вот тут они такие обычные, а этот не обычный. Такой разноцветный. Да. Художников попросили экономить краску, но они стараются все-таки сделать качественную свою работу без экономии. Покажу. Вот так продолжают замешивать краску, раздавать ее. Хочется напомнить, что мы осваиваем технику стримов и эфиров. Надеемся, что южницы оценят и будут подключаться все больше и больше к нашим просмотрам. Вот уже пять человек с нами. Очень приятно, что вы нас смотрите. Подключайтесь, подписывайтесь. Пишите комментарии, свои замечания. По поводу ветра, конечно, ничего не буду сделать. Но народное явление нашего города. Не знаю даже. Как вам облегчить ваш звуковой поток, чтобы он не был таким напрягающим. Ну, а в принципе, мы собираемся делать такие прямые трансляции со всех важных событий в городе, которые могут быть интересными нашим южницам. Но мы теперь это можем делать. Мы будем делать. Мы будем делать. Краски? Мы приступили к девочке. Тут коллективная работа. А, вы эскизы делаете, а не раскрашены, да? А как-то цвета вы определяете или они сами? Да. В общем-то мы советуемся и приблизительно вместе решаем, что делать. Ну, ориентируемся к девочке. А вы уже видели работы, которые сделали дети? Как вам ощущения? Да, еще не ходила, потому что что здесь не закончена работа. Как-то не могу оторваться пока. А с этой краской не работали еще? Работали даже за вчера в четвертой школе. Ну, чуть-чуть я там помогала совсем. А так все делали. Дети вырисованы. Хорошая краска. Получилось, как будто бы мелками нарисованы. Рисована так заметила. Издалека выглядит так. Детские рисунки. Спасибо. Не будем отвлекать. Ой, я наступила на эскиз. Прошу прощения. Здесь вот аисты держат рушник. Интересный эскиз. А кто рисовал вот это? Мы рисовали. Мы рисовали. Да. Вы тоже рисовали, да? Да. А что вот означает этот рисунок? Он самый первый такой, как бы определяющий. С полотом и название Веселая Гаевка. Весела Гаевка. То вы будете прописывать сейчас буквами, да? Такой заявочный фонд всего проекта. Нам утвердили. Ну, это он и его почему написал. А может что на москва? Вы там. Вы там. Вы там. Вы там, да? Да. Здесь так все. Оп. Где? Почему мы были западщики? Такой сказок, ты же стоянки, это было уже на память. Ты чего? А что ты будешь писать? А это уже что-то? Как вам такое творчество, скажите? Тарас Прокопечко долучился. Мабуть, и с фарбой. Тарас Прокопечко заканчивается, а малювати еще нужно много. Харьков. А вы потом это на сайте южморскации? А южморскации? У нас прямая трансляция. Но я не снимать. Я иногда. Да, на сайте Репост.com.ua потом можете посмотреть. Все привыкшие, хотя мы объявляли о том, что мы сегодня будем в прямом эфире. Но вот видите, как люди не ожидают того, что можно ходить по телефону, по телефону и вести прямую трансляцию. Вообще думаю, что если бы кто-то принес баночку краски, то очень неплохо. Какого дня? Не выстачит? А я как папа? Скажите, может кто-то сядет вас? А я уже бетон, по бетону. Мы живем из Одессы, а я не знаю, что в 23 квадратных метра есть. А мне нужно, чтобы какой-то квадратик взяли, красивый. Сейчас еще в 33 квадратных метра. Вот сейчас пан Тарас собирается в 33 квадратных метра. Наш новый супермаркет. Такая реклама вышла. Но кто может... Нас сейчас смотрят четыре наших глядачей. И может кто-то хочет помогать фарбой. То нужно фарбой по бетону. Может кто-то какую-то баночку донесет. Потому что смотрите сколько еще малюнков нужно фарбовать. И оно будет немного недороблено. Но если вот так вот залишить. Уже нет. То есть она успеющая. И вы стоите в 24 квадратных метра. И вот так мы ее використали. Мы пытаемся забить все части, которые есть между камерами. И вот так мы должны забить фарбой, чтобы оно было однородным. Мы увидели с вами, как они здесь заштовхывают. Дехто просто... Дехто так ретельно. Поэтому мы сейчас делаем еще один раз. Немного не можем открыть, если кто-то хочет, может, долучиться к акции. Может, хочет, может, быть, чувствовать себя причетным к этой воде, а если не хочет фарбовать, то может, принести якусь баночку с фармом. У нас уже якась трагедия. О, волосся пофарбували. Вот сучасні методы. Треба фарба, яка по бетону, нам сказав пан Барнас, пан Отеечко. Ось, зараз будуть вони виясняти, чи є така фарба. Дуже багато незакінчених робіт. Ще не вистачає. Вона диховалася. Вона диховалася. Вона диховалася. Сказали, що вона не дешевна. Девчата відмивають волосся. Девчата плачем, девчата. Вона диховалася. Девчата Я сейчас в эфире уже 40 минут, примерно. Если вы сделаете дорогой филот, то это не так. Потому что вам уже немного... Так... Нудно смотреться одно и то же самое. Повернемся. Починают лягать. Тут будет как шапка. Бачите, директор четвертої школи навіть не сподівався, что такая большая территория будет захоплена. Бо спочатку планували маленький шматочок, а тут розмахнулися на пів проспекту. Так от вышло. Будемо зараз трохи прерватися. Прервемося трохи, тому що необхідно попрацювати нам з фотографією. Ну и нужно оставить автора батареи. Так что следуйте за нашим каналом. Мы будем делать ваши уважения, какие у вас будут. Наши люди они очень их любят. Думаю, я здесь много включить. Какой участок?